Ну что, Давид, угадай, кто стоит перед тобой. Если не угадаешь, то целуешь эту девочку, а если угадаешь, то просто обнимаешь. А можно как-то потрогать? Шалун, ты что собираешься трогать? Думал, по одежде хотя бы смогу догадаться. В этом и суть игры. Ты должен догадаться своим чувствам. Ну, хорошо, попробую. Ульяша, это ты? Не угадал. Эм, Нэнси... По правилам вы должны поцеловаться. Целуй, 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 целуй. Протестую. Почему нельзя немного изменить правила? Да в чем проблема? Мы только начали, а вы уже играете не по правилам. Тогда не играйте лучше. Но проигравший исполняет желание каждого участника. У меня только одно желание. Чтобы эта пиявка отлепилась от Давида. Давид, в чем проблема? Это просто игра. Давайте быстрее. Ребят, я что-то вижу. Где? Там, за деревом. А-а-а! Это же лесной монстр! Где? Это вы! Я не лесной монстр, девочка. Я старый лесник по имени Иван. Я всю жизнь посвятил сложению этому лесу и его обитателям. О! Ну что вы здесь делаете? Я искал свою корзинку с грибами. Вы закрываете в ней детей? Глупый, ты туда не поместишься. В моей корзинке были грибы. Но стоило мне отойти буквально на пару минут, как она опустела. Куда же делись ваши грибочки? Маленькие дети любят шутить. Добрый дедушка лесник, мы не брали вашу корзинку с грибами. Честно-причестно. Да, мы просто играли. Но в лесу больше никого нет. Может это звери украли ваши грибочки? А зачем вам лыжные палки? Я знаю всех зверей этого леса и могу понимать их язык. Они никогда не поступят так со мной. А лыжные палки для того, чтобы ходить через болото. Животные не разговаривают. Разве только попугаи. Но они занимаются банальным подражанием. Если бы животные говорили, мы бы услышали их диалоги. Да, поэтому не рассказывайте нам сказки. Вы вообще дети? А по нам не видно. Играйте и фантазируйте. Зачем вы умничаете? Мы просто стремимся понять мир вокруг. Я читал, что всё вокруг пустое пространство. И мир нереален. С такой точки зрения влиять можно на всех и на всё. Потому что ничего не существует. Это если рассматривать мир как квантовый. Безумие. Просто допустите возможность нового взгляда на мир. Вы предлагаете нам поверить сказке? Жизнь и есть сказка. Я слышала, существует много лагерных легенд. Я все их знаю. И смогу сказать, какая легенда самая правдивая. Ребята, расскажите лагерные легенды. Я ни одной не знаю. О, я начну. Существует легенда о том, что если кто-то найдёт старую заброшенную беседку в глубине леса, то он станет самым сильным и умным человеком на свете. Многие пытались найти эту беседку, но никто не смог. Один мальчик по имени Саша решил отправиться на поиски этой беседки. Он долго искал её, но никак не мог найти. Наконец он увидел старую заросшую тропу, которая вела вглубь леса. Он пошёл по этой тропе и вскоре увидел заброшенную беседку. Саша зашёл в беседку и увидел на столе старую книгу. Он открыл книгу и начал читать. Книга была написана на древнем языке, но Саша каким-то образом смог понять, что написано в книге. Книга рассказала о том, как стать самым сильным и умным человеком на свете. Для этого нужно было выполнить несколько заданий. Саша решил выполнить все задания и стать самым сильным и умным. Первое задание было самым простым. Нужно пройти через реку. Саша быстро справился с этим заданием. Второе задание было сложнее. Нужно найти старый камень. Саша и с этим заданием справился успешно. А третье задание было самым сложным. Нужно было победить страшного монстра, который жил в лесу. Монстр был очень сильным и опасным. Но Саша не испугался его. Он нашёл слабое место монстра и победил его. А после того, как Саша выполнил все задания, он стал самым сильным и умным человеком на свете. Он вернулся в лагерь и рассказал всем свою историю. Теперь все дети в лагере знают, что если они найдут старую беседку в глубине леса, то смогут стать самыми сильными и умными. А-а, не правда это. Нет никакой старой беседки. Но вы же сами предлагали поверить в сказку. Знал я этого Сашку. Он назвал меня монстром и кинул в меня камень. Я хотел преподать ему урок за это, но он удрал как трусливый заяц. А беседка? Старая беседка это вовсе не старая беседка, а мой маленький домик. Он очень уютный. Да уж, не такой этот Сашка и бесстрашный как оказалось. Я тоже слышал легенду. О сокровище. О сокровище? Расскажи им. Я тоже хочу найти сокровище. Ага, я хочу узнать. Однажды в лагере появилась загадочная легенда о спрятанном сокровище. Говорилось, что сокровище спрятал старый пират, который когда-то жил в этих местах. Дети были заинтригованы и начали искать сокровища. Они исследовали каждый уголок лагеря, но ничего не нашли. Тогда один из детей предложил обратиться к старому сторожу лагеря. Он сказал, что знает о сокровище и может помочь найти его. Сторож рассказал детям, что сокровище находится на старом дереве, которое растет в центре лагеря. Дети отправились к дереву и обнаружили на нем старый сундук. Внутри сундука они нашли карту, на которой было указано место, где спрятано сокровище. Дети отправились на поиски и нашли настоящий клад золотом и драгоценностями. Эта история стала одной из самых любимых легенд лагеря. Дети часто возвращались к ней, чтобы пережить вновь те приключения, которые они пережили вместе. Ай, знал я этого сторожа. Он просто пошутил над ним, спрятав на дереве игрушечный сундук с картой территории лагеря. Но клад же в итоге нашли золотом и драгоценностями. Это были золотые шоколадные монеты. Я обожаю шоколад. Получается всё неправда. И как после этого верить сказке? Я знаю ещё одну легенду. Да какой в них смысл? В итоге она тоже окажется уткой. Но расскажи всё равно. Однажды в лагере появилась легенда о волшебном дереве, которое росло в центре леса. Говорили, что дерево может исполнять желание тех, кто дотронется до него. Некоторые дети решили проверить легенду и отправились в лес. Они долго искали дерево, но не могли его найти. Тогда они спросили у старого лесника. Где находится волшебное дерево? Лесник рассказал им, что дерево находится на вершине высокой горы. И добраться до него можно только пройдя через множество испытаний. Дети отправились в путь. Они преодолели множество препятствий. И наконец добрались до вершины горы. Там они нашли волшебное дерево и дотронулись до него. Их желания исполнились. И они вернулись в лагерь. Они вернулись в лагерь счастливыми и довольными. С тех пор легенда о волшебном дереве стала одной из самых известных в лагере. И многие дети стремились проверить ее правдивость. Это правда. Что? Я и есть тот лесник, который рассказал детям про волшебное дерево. А расскажите и нам. Я тоже хочу, чтобы мое желание исполнилось. И я. 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 Зачем вам волшебное дерево? Вы же не верите волшебством. По правде говоря, я в него верю. Ты одна не справишься. Все понятно. Когда доходит до дела, волшебство пропадает. Как же нам поверить волшебством, если вы не даете? В него надо верить нища доказательств. Вы же когда любите, не требуете доказательств. Когда есть любовь, человек это чувствует и знает. И не надо что-то доказывать. Надо просто любить. Настоящая любовь не поддается контролю. Ну не знаю. По-моему, она все равно нуждается в каких-то поступках. Например, сделать подарок человеку, которого любишь. Любовь невозможна измерить подарками. Она существует внутри нашего сердца. Как и волшебство, которое внутри нашей души. После ваших слов я действительно задумался. Помогите нам найти волшебное дерево. Раз мы хотим его найти, значит мы уже немного в него верим. Хм. А ты прав, парень. Хорошо. Я помогу вам. Но взамен вы пронесете мне листья с этого дерева. Думаю, с этим проблем не будет. Мы соберем их для вас. Тогда слушайте меня внимательно. Первое, что вам придется сделать, это провести ночь в лесу. Да-да. В этом темном, страшном лесу. С дикими зверями. А далее по карте пройти испытания. Ого, какая большая карта. Нужно все спланировать. И завтра отправиться в поход. Подготовимся к поиску волшебного дерева. Я думаю, нам стоит разделиться. Мальчики собирают вещи для похода, а девочки позаботятся о еде. В походном домике много инвентаря. Оттуда можно достать фонарик и компас. Только нужно, чтобы кто-то отвлек сторожа. Я беру его на себя. Быстрее, парни. Витя отвлек его. Смотрите, это все, что нам нужно. А чем вы таким занимаетесь? Мариша, привет. Мы готовимся в поход. Какой поход? Я не видела его в расписании. Это тайный поход. Что ты имеешь в виду тайный поход? Мы отправляемся на поиски волшебного дерева, которое исполняет желание. Звучит интригующе. Я не верю в подобные сказки. Мариша, очнись. А можно с вами в поход? Не трать на это время. Такая скукота и бессмыслица. Он состоится ночью. Придется сбежать из корпуса. Побег из корпуса? А вот это уже интересно. Но вдруг нас застукают. Нам же обнулятся время. Мы положим подушки под одеяло. И создадим вид, будто мы спим. Ладно, друзья. Пшам. Ну где мы ее будем заваривать? Это не важно. Можно ей сухую. Сухую? А разве это не вредно? Вредно. Ну вообще тогда можно не ходить в поход. Потому что он сам уже непонятный. Ну, например, вот эти вот хлопья. Они полезные. По правде говоря, их много сахара. Обожаю рыбу и шпроты. О, мне нравится анчоус. Девочки, я конечно все понимаю, но лучше взять побольше сладостей. Или каких-нибудь батончиков. Я знаю то, что в поход берут еще кашу. И можно взять бекон. Нашла еще одну коробку с хлопьями. По мне так лучше конфет ничего нет. У меня много импортных банок. Давайте возьмем их. Мы чуть не забыли взять большой термос с чаем. Возможно, в лесу будет много диких зверей. Нужно подготовить для них корм. Мы набрали так много еды. Не похоже, что мы идем на одну ночь. Я люблю много покушать. Девочки, а что вы загадаете, когда встанете перед деревом? А разве можно говорить о своих желаниях? Можно сказать хотя бы примерно, с чем это будет связано. Мое желание будет связано с любимым человеком. О, мое тоже. Кажется, я догадываюсь, о чем она. А что если Нэнси попросит дерево, чтобы оно помогло быть вместе с Давидом? Я не верю, что если рассказать о своих желаниях, то они не сбудутся. Поэтому расскажу как есть. Хочу научиться играть на пианино. И иметь много верных друзей. А я хочу помочь всем бездомным животным найти свой дом. Как это мило. Мне их очень жалко. Увидеть на улице котенка или собаку в мороз. Я могу думать об этом неделю. Даже месяц никакого настроения. У вас много бездомных животных, где вы живете? Целый двор кошек. Я пыталась помогать не раз. И к нам в подъезд подкидывала кошечку или котенка. Делала постельку, кормила каждый день. Но больше трех дней никто в подъезде не задерживался. Соседи выгоняли. А потом я сильно плакала. Не расстраивайся. Я надеюсь, твое желание помочь животным исполнится. А что за любимый человек? Это связано с каким-то мальчиком? Не совсем. Мое желание связано с мальчиком. Оно по типу встретить прекрасного принца на белом коне. Правда, я уже его встретила. Нужно, чтобы дерево немножко помогло. Ой, девочки, а как вы думаете, можно попросить несколько желаний? Ну, можно попробовать. Тогда я хочу еще стать моделью и участвовать в модных показах. А у меня все равно будет только одно желание. Я больше всего на свете мечтаю об этом. Эх, интересно, о чем ты мечтаешь. Ну что, Париша, уже подготовила желание? Ага, чтобы Витя сходил по мне с ума. О, твое желание похоже на мое. Только вместо Вити у меня Давид. Хочу побывать на Луне и увидеть Землю из космоса. И, конечно же, это все делать с Маришей. А я стать успешным бизнесменом. Победить злодеев и стать супергероем. Хочу отправиться в кругосветное путешествие. Конечно же, с Ульяшей. Что по плану? Первое задание – собрать разные ягоды и фрукты. Думаю, это не сложно. Там у зверей полно ягод, но к ним не подобраться. Только не для меня. Эй, медведь, отдай мне эту сливу. Возле муравьишки – драконий фрукт. А следующее задание – покормить всех диких зверей этими фруктами. Мы что, зря их собирали? Я измельчу эту еду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нужно собрать три красных цветка. Позвольте, я этим займусь. Один цветок найден. Кажется, это второй. Хм, вот этот третий тоже красный, но он не такой, как этим. Подарю его Ульяше. Нашел третий цветок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ульяш, это тебе. Мне? Ммм, спасибо, Давид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее задание – найти волшебный алмаз. О, я видела его. Даже сфотографировала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой красивый и волшебный. Ребят, я хочу есть. Поддерживаю. Кажется, это та беседка из легенды. Не такая уж она и жуткая. Похоже, здесь живет тот лесник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с ребятами разложились и начали кушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Денис разносил разные вкусняшки, которые мы с девочками подготовили. Это были консервы, изюм, батончики и всякие шоколадки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, мы нашли волшебное дерево. Я вижу там листва, которые попросили нас забрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, эту корзинку нужно поставить возле дерева. Все верно. А чтобы загадать желание, нужно взять этот алмаз. Я сильно-пресильно хочу отправиться в кругосветное путешествие. И чтобы со мной была Ульяша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, Давид, я хочу, чтобы ты любил меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, дерево, помоги, чтобы Витя сходил по мне с ума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эм, ну, я хочу, чтобы мы были с Маришей вместе, вот. Да, пожалуйста, помоги деревом. Ну все, моя очередь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу стать еще популярнее и иметь больше денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дерево, помоги мне стать супергероем. Я обещаю победить всех злодеев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дерево, миленькая, у меня только одно желание. Помоги мне папу вернуть. Как же я хочу встречаться с Давидом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне очень не хватает верных и надежных друзей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле я хочу все сладости мира. Я хочу стать успешным бизнесменом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мое желание больше не возвращаться в этот лагерь. Как же надоело то, что родители сюда постоянно отправляют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ребята, я слышу там шум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой шум? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я тоже, похоже, слышал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте я схожу проверю. Ого, какая большая яма. Нужно быть осторожнее, иначе можно провалиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яша, я тебя столкну сюда. А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА